Эти лебеди мы красили полностью, то есть черные лебеди не были обновлены, а на всех лебедях остальных мы клювики подкрашивали. Пара черных лебедей и пять белоснежных. Двор детской школы искусства в Ласихе – новый дом для половины стаи с моста на новом рынке. Директор учреждения Лариса Белькова говорит, что еще в мае поняла – лебедей приютят здесь. У нас достаточно хорошая территория и обозримая, и люди мимо проходят, и поэтому я так думаю, что место этим лебедям будет у нас очень уютное. Чтобы историю птиц не забыли, установят табличку. Воспитанники Дыши ценности от спасения барнаульских лебедей еще не осознают, признается директор, но это пока. В школе почти два десятка направлений – фольклорный вокал, танцы, ткачество, кончарное мастерство – в детях взращивают уважение к народному творчеству и сохранение памяти. Сейчас очень модно, когда так называемый, ну я не буду этим словом, хендмейт, или как вот это вот, когда человек что-то делает вручную, и вот такие вот ручные вещи, они очень ценятся. Эта ценность не такая, как, допустим, можно оценить в копейках и рублях, а больше для… Весной птиц перенесут на холм и стилизуют его под водоем. Их будем устанавливать по мере подъема. За ними будет посажен ирис болотный, который будет имитировать у нас именно болотные травы. Другие птицы уже живут в Барнаульском зоопарке. Последним шагом в этой истории станет создание бронзового лебедя, как символа того самого Андрюши, на уже отреставрированном мосту. Третий этап, он уже точно будет завершающим, и сердца барнаульцев успокоятся окончательно в этом вопросе, что, в принципе, можно и в зоопарк прийти, посмотреть на лебедей, и сюда приехать, во Власиху посмотреть. Конечно, сейчас наступает зима, может быть, это выглядит не так презентабельно, а когда вокруг будут клумбы, зелень, я думаю, что будет намного краше. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком.